Здравствуйте! В эфире Вести Магнитогорск в студии Пётр Хатенов и сегодня в программе. Сократить количество детей-сирот и помочь многодетным семьям магнитогорские журналисты пообщались с министром социальных отношений Челябинской области. ОМОН и спортсмены нашли общий язык, почему милиционеры со всей России и из-за рубежа хотят тренироваться в Челябинской области. Акция «Худший дом» демонстрирует плохие темпы. Организаторы недовольны ходом ремонта в жилье. Сегодня магнитогорские журналисты общались с министром социальных отношений Челябинской области. В видеоконференции с Надеждой Гартман также приняли участие Копейск, Снежинск и Миас. Министр рассказала, что в области количество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшается из года в год. Так, четыре года назад на Южном Урале было около четырех тысяч детей-сирот. В прошлом году их стало менее трех тысяч. При этом в области даже существует очередь на усыновление. Магнитогорцы задали вопрос о поддержке семей, в которых родились тройни. Помощь таким семьям, протившим одновременно трех и более детей, берут на себя муниципалитеты. В Челябинске, по крайней мере, так это бывает. И в данном случае, наверное, мой Табурский муниципалитет тоже на себя взял. Тем не менее, Надежда Гардман обещала подумать, как можно помочь таким семьям на областном уровне и внести соответствующие изменения в законодательство. За последние два года тройни появились в четырех магнитогорских семьях. В считанные секунды поразить всех противников, не задев при этом заложников. Бойцы ОМОНа сегодня провели соревнования по тактической стрельбе. Скорость и меткость оценил и Виталий Березин. Силовые структуры нередко привлекают спортивных инструкторов для подготовки бойцов. А раз уж в магнитке живут одни из лучших стрелков России, то грех было не воспользоваться их услугами. Упражнение как на соревнованиях, но у ОМОНа своя специфика. Отличие технической стрельбы в чем? От спортивной и технической стрельбы в том, что мы используем полностью экипировку сотрудника, который работает в ней на Северокавказском регионе, здесь в ходе спецмероприятий каких-то определенных. То есть это бронежилеты, каска, автомат, пистолеты, разгрузные жилеты. Задача упражнения – быстро и точно поразить мишени. За каждый промах штрафные баллы. Таймер неумолимо отсчитывает секунды. От них, как и в жизни, многое зависит. Стреляют по-разному – стоя, лежа, с колена, из-за угла и в окно. Некоторые упражнения требуют от стрелков еще и хорошей зрительной памяти. Перед выходом на рубеж бойцам предлагают запомнить две фотографии. Точно такие же, только увеличенные в размере, есть среди тех мишеней, но это заложники, в них стрелять нельзя. Остальные же цели должны быть поражены. Это не стрельба в милицейском тире, два пробных, три зачетных. Упражнения очень близки к реальным ситуациям. Они имитируют множество противников и дефицит времени. Сотрудники, получившие подобный навык, увереннее действуют в бою. Поэтому подобные интенсивные курсы приобретают все большую популярность. Буквально недавно были краповые береты с Архангельска приезжали, с Уфы приезжали, спецподразделения, спецподразделения с Казахстана были. И вот сейчас буквально звонки к нам рвутся. Но преимущества наши спортсмены оставляют за родными силовиками. Следующий этап – проведение подобных соревнований среди всего гарнизона магнитогорской милиции. Виталий Березин, Загид Бакиров, Вести Магнитогорск. Темпы ремонта жилых зданий в рамках акции «Худший дом» не устраивают ее организаторов. Сегодня проверили два дома на улице Фрунзе. Работы, по обещанию руководства ЖРЭУ, должны были закончиться к началу октября. Однако отремонтировать в срок успели только один дом. Все старое, у нас же не было капитального ремонта. Каждый год намечают капитальный ремонт и так и не делают. Внизу на первом этаже уже лет шесть, если не больше, тихуются конденсационные стоки с потолка. Вообще невыносимо просто. Косметический ремонт. Ну, в принципе, он получается и не косметический, а почти капитальный. Потому что все снимается вплоть до штукатурки. Мы будем все это штукатурить, все будем красить, все вручить, все по-новому. Подъезд вообще в ужасном состоянии, честно говоря. Ну, лет, наверное, десять точно не было. Ремонт так. Дом на улице Фрунзе – шестой по счету, который отремонтируют в рамках компании «Худший дом». Всего со времени старта акции на горячую линию поступило более ста заявок. В Магнитогорске продолжаются гастроли цирковой группы «Криц». Количество горожан, желающих увидеть представление, не уменьшается. У тех, кто хотел, но еще не сходил в цирк, остаются считанные дни. Жонглировать горцуя на коне под силу только артистам высокого класса. Но цирковая группа «Криц» заказала, что может обучить трюкам даже животных. Годы тренировок обезьянок сделали умелыми наездниками. Звери разумны. Эта мысль красной нитью проходит через все представление. На арене уживаются звери, которым в природе находиться рядом опасно. Обезьяны и попугаи, лошади и медведи, питоны и собаки, леопарды. Появление именитого дрессировщика в их окружении смотрится, как выезд в карете короля зверей. А потом начинается шоу. Попугаи делают люстру, медведи ходят по проволоке, большие полосатые кошки прыгают через огонь. Ну, ребенку понравились очень кисы, леопарды. Такие прям ухоженные, красивые. Ну, в принципе, понравилось очень. Изюминка представления акробаты – парить стоя на голове под куполом, крутить ренские колеса, совершать немыслимые прыжки на батуте и стальной проволоке. Кажется, что эти люди расширили возможности человеческого тела. И все эти выступления в ярких костюмах – поднародные мотивы, как дань традициям настоящего русского цирка. Хлоун понравился нам, потом акробаты понравились, лошадки понравились, особенно ребенку. Однако у любителей цирка времени остается все меньше. Увидеть красочное представление в Магнитогорске можно будет только в эти и следующие выходные. 17 октября трупа отправится дальше гастролировать по просторам России. Виталий Березин, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. Программу продолжат новости спорта. Юные гимнастки со всей области приехали в Магнитогорск на 10-е открытое первенство Ленинского района. Через скакалку прыгали 5-летние и 20-летние дамы. Сегодня прошла лишь квалификация. Основная борьба развернется завтра. Судейство соревнований у нас сейчас включает очень много судей. Судей, оценивающие артистичность, трудность упражнений, технику выполнения, насколько гимнастки правильно и технически правильно выполняют движения. Девочки, по-моему, вообще шикарные, они хорошо все делают. Ну, где меня сегодня было цель, просто показать, чем у меня учебы готовят. Я как-то не соревнуюсь на место, а просто показать, чем у меня учебы. Пока судьи выставляли оценки, участники подкреплялись. Соревнования с соревнованиями и обед по расписанию. Даже если в меню только сок. А магнитогорские мужчины по выходным гоняют мяч. Только не во дворе, а на резиновых полях спорткомплекса «Металлург Магнитогорск». В разгаре мемориал Эдуарда Цветаева. Волейболиста, футболиста и тренера. На одной из игр не хватало воротаря в «Металлурге». Значит, он встал в ворота, отражал мячи. Ну, и так перешел, стал основным игроком, воротарем в команде «Металлург». Значит, был признан лучшим игроком «Урала» в 60-50-е годы. По субботам и воскресеньям диван на поле меняют 140 магнитогорских мужчин. Пока играют на улице. Будет дождь, переберутся в здание. Соперники друг другу хорошо знакомы по спартакиаде ММК. Здесь, если взглянуть на всех соперников, то видно, что команда РОВ более укомплектованная, более сыгранная, более опытная. Так что с ними придется тяжело. Финал футбольного турнира в конце октября. Мария Дронина, Дмитрий Титов, Вести Магнитогорск. И на этом наш выпуск завершен. Впереди прогноз погоды. Вы смотрели Вести Магнитогорск. Я желаю вам всего хорошего. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Днем плюс 11, 13. В Магнитогорске ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 1, 3. Днем плюс 11, плюс 13. Субтитры делал DimaTorzok